Всем доброе утречко! Смотрите, какие у меня шикарные тюльпаны. Они распустились, такие огромные стали, красивые. А ещё, ещё смотрите, какой у меня букет роз. Огромный тоже букет роз. Им даже в кадр не помещается. Вчера приходил Андрей с Варей. Они на день рождения ко мне не могли прийти. Но на следующий день, вот в воскресенье, пришли и просто вот цветочки подарили. Мы тут ещё тортик поели, посидели. Так что у меня тут кустовые розы в двойном объёме получились. Вот такие вот красивые, шикарные. Там тюльпаны, тут розы. Класс! Настроение мне с утра повышает. Розы эти такие, знаете, прям хорошие, крепкие. Обычно кустовые розы быстро завидают, а эти хорошо стоят. Я ничего в воду не добавляла, не обрезала, не меняла воду. Даже вот как первый раз поставила. Но у меня есть специальное средство, которое продлевает вроде как жизнь цветов. Я хочу насыпать, сегодня хочу воду поменять, срезать ножки и насыпать это средство. Может быть дольше простоят. У нас сегодня с Сашей по плану в кабинет, котам низом надо съездить будет. Сергей там уже с мамой поехал по делам. Я сегодня одна дома с Сашей. У Саши кранки заживают. Мы когда были на турбазе, прям вечером, почти вот в последний момент, когда уже надо было собираться, Саша упал и свез. Он не ударился, а вот именно свез об землю. У него полный рот земли был. Ой, плакал, конечно. Ужас. Но у него эти ранки быстро заживают. Вот на лбу уже ничего почти нет, на щеке быстро зажило. А вот то, что на носу он свез сильнее, то ли она не заживает из-за того, что я ему сопли периодически вытираю, то есть еще ее раздражаю. Короче, все заживает, а вот тут болячка остается на носу. Саш, как у тебя дела? Вкусные? Я больше не дам. Нет, хватит. Много. Нельзя печенье есть. Кашку мы поели сегодня с утра и печенье закусили. Теперь мама будет есть. Кашку мы поедем. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Не только о здоровье вашем заботиться, но еще о планете заботиться. Вообще просто молодцы. Я их очень люблю. В общем, ссылочку я вам в описании оставляю. Забирайте там свои скидки и подарки. Все по ссылке будет. На Фитстарсе есть не только тренировки. Кто вдруг у меня может быть новенький на канале и не знает об этом. Там есть и программы питания, и подробные рецепты есть. И много разных тренировок на все группы мышц. Там даже для лица фейс-фитнес есть тренировки. В общем, там бесконечное количество. Я вам могу даже точно сказать, там нет, не могу. Раньше были отдельные тренировки, а сейчас вот не написано. Раньше были написаны еще тут тренировки и количество их. Программ здесь 168, 54 курса, 164 рецепта. Еще у них есть магазин. Там есть и фитнес-коврики, и гантели, и утяжелители, и много всего интересного. При том, при всем они это еще и дарят. Вот дарят сертификаты, опять же, за ваши тренировки. Так что регистрируйте. Безлимит навсегда дает подписку навсегда. Вы можете ее потом и детям подарить, и внукам, и, в общем, все будут тренироваться. Здесь нет такой какой-то привязки к определенному IP-адресу. Вы можете тренироваться из любой точки мира. Вы можете ездить в отпуск, вот с телефона запускать и также тренироваться. Это очень удобно. А вот зашла в аккаунт 2486 тренировок сейчас на сайте. И все, что добавляется, если вы купите безлимит навсегда, то все будет вам доступно. Абсолютно все. И рецепты, которые новые, и курсы новые, и тренировки новые вы всем можете пользоваться. А для тех, кто уже купил подписку на Фитстарс, попробуйте вот эти тренировки, которые я вот начала делать. Мне так понравились. Они вроде коротенькие, кажутся простыми, но от них реально идет толк, потому что потом уже после них в конце вся мокрая. Я точно уверена, что они и для похудения подходят, и для здоровья, естественно, тоже подходят. Новенькая программа, вот она только 24 марта вышла. Там тренировки чередуются, то есть резинки не обязательно. Если вдруг у вас нет их, вы можете через одну тренировку просто включать. У меня вот такая вот резиночка от Фитстарс. Пока пользуюсь самой тоненькой, но со временем, надеюсь, перейду на более сильные. У меня их три штуки в комплекте. Это вот тоже с сайта Фитстарс. У нас сегодня опять жара. Ни одного облачка на небе. Сергей поехал на большой машине, я на этой поехала. Хорошо, когда есть две машины у каждого. Представляете, еду по пути в ту же сторону, как я обычно еду к Ортодонту. И задумываюсь, поехала к Ортодонту. Мне надо на землячку было в больницу с Сашей. Сашенька там вон уснул, малышок. Проехала мимо больницы и только тогда поняла, что я еду мимо. Пришлось разворачиваться. Ну, благо я заранее выехала, мы еще не опаздываем. Так что сейчас еще коляску достану. Попросила я раньше, когда ездила сюда, если одна ездила без Сергея, то я просила припарковаться там внутри, около больницы. А сейчас сказали, нет, только по пропускам туда. Так что паркутись тут на парковке, прям рядышком с машинами встала. Для меня вообще стресс, когда я становлюсь близко к машинам, потому что я боюсь выезжать. Я думаю, мало ли меня там где-то кто-то подопрет, я могу не выехать. Если вот много места, ну, конечно, нет проблем. Но сейчас тут везде просто машины, они со всех сторон подъезжают и могут очень близко встать. И тогда будет очень проблематично. Ну, встала и так встала, все. Пошли мы в больницу. Возможно, мы сегодня последний раз в кабинет котам не заедем. Потому что это обычно до года наблюдаются дети. Если все нормально, то потом больше не наблюдаются. А у нас вроде тву-тву-тву, все нормально. Мы сходили, да, в кабинет уже? Сейчас еще пойдем УЗИ сделаем. Давно мы не делали УЗИ. Саш, ты не выплевывай на себя. Набирает в рот и выплевывает. Угу. Понравился ему этот паильник. Только он по привычке как бутылочку вверх пытается поднять. Да, не поднимает, что наоборот паильники вниз опускают, а не вверх поднимает. Ну, все, потом привыкнет. У нас сейчас развитие у Саши на 9-10 месяцев. И по возрасту рождения, по ПДР, если считать, ему 9,5 месяцев. Так что все по норме, по графику. Хороший малыш, скажем. Хороший, да? Хороший малыш. Туки-туки. Только покоцанный немножко, да? Ну, что, заживет. Заживет. Смотрю, тут стою, читаю сравнительные характеристики. Вот написано самостоятельно. Садиться 8-9 месяцев. Мы, наверное, 8 месяцев сели. Начинает ползать в 9-10 месяцев. У нас просто вот по этой табличке. Вот в 10 месяцев пополз Саша. Да, а вот смотрю, самостоятельно ходит. Че, уронил? Так, а самостоятельно ходит, написано в 12-13 месяцев. Так что у нас еще есть 2 месяца для нормы, чтобы научиться ходить. Но это чисто такие средние значения, как я поняла. Вот, тут прибавка в росте и в весе. У нас верхняя граница нормы, как нам сказали, до 10-500. Норма у нас 10-300 сейчас. Вот мы взвесились. И по росту 75 сантиметров были только что, да, в кабинете? Угу. Ага. УЗИ мы сейчас уже сделали. И там вроде все нормально, только есть ложный ход. Не знаю, что это значит, сейчас уточню. Но хоть и ничего страшного. Все, мы вышли из больницы, из этой. По поводу УЗИ сказали, все хорошо. Вот это ложная хорда, это ничего страшного. Она иногда будет давать шумы на УЗИ. Но никакой патологии такой опасной нет. И забудьте про вашу аневризму. Нет никакой аневризмы, все отлично. Я обрадовалась, все хорошо. Вот. И вообще очень удобно то, что тут сразу могут сделать УЗИ. Теперь нам в год не нужно будет УЗИ проходить, потому что мы его уже сделали. Теперь еду домой. Ну, вернее, еще надо до машины дойти. Раньше меня вот сюда на парковку пускали, а в этот раз не пустили. Сказали, что только по пропускам. А я сейчас врачу, ну, сквозь разговор об этом сказала. Она говорит, а у нас никогда не пускали. Я говорю, а меня два раза сюда пускали, вот вовнутрь. Она говорит, это, наверное, вам просто везло каждый раз. Обычно никогда не пускать. Тут только вот сотрудников машины. Я говорю, да, ну, значит, меня в прошлый раз везло. А там сейчас Сергей позвонил, он приехал домой, а у него ключей нет от гаража. Они у нас в машине, вот в основной машине, в которой мы постоянно ездим, на которой я сейчас приехала. А в той машине нет ключей от гаража, потому что она не в гараже у нас стоит, она на участке там стоит. В итоге он домой не может попасть. Естественно, я все двери-то заперла. Так что едем быстрее домой. Сергей там, по-моему, он к маме сейчас заехал, за детьми уже в школу заехал тоже. Я иду домой теперь на всех парусах, чтобы их всех домой пустить. Слушайте, вот этот костюм надел фиолетовый, он очень удобный. И он идеально вот под такую погоду. Мне нравится то, что рукава можно вот так чуть выше поднять, потому что до этого, вот, позавчера, говорю, надела костюм, не могла рукава задрать. А я люблю, когда вот так три четверти. Ой, красота на улице. Сейчас Саша несла, когда на УЗИ на встречу встретила девушку, а она с кастрюлькой идет. У меня ностальгия такая, как мы эти кастрюльки таскали тут. Но девушка эта шла одна. Так что надеюсь, что сейчас в реанимации не так много детишек. Мы ходили сначала четвером, потом втроем и вдвоем ходили по-разному. Но один у нас никто не ходил, всегда кто-то в палате был. Ой, смотрите, одуванчиков много уже беленьких. Все уже одуванчики, желтый на белый меняется. Все зеленые. Домой приехала, всех запустила. Никита с другом, и Миша, и Сергей все тут перед домом стояли, меня ждали. Но я быстро доехала. Кстати, вот туда ехала, собрала все светофоры, вот абсолютно все. А обратно ехала не на день, не попала. Очень удачно. Сейчас хочу во дворе быстро закопать несколько луковиц тюльпанов белых. Я вот те пестрые или пестрые в итоге всю клумбу выкопала вчера. Пересадила туда за забор. А сюда воткну беленькие. Может быть, вырастут. Так, у меня спросили план участка, какой у нас вообще. Вернее, не план участка, а непонятно где, что у нас насажено. Объясните. Вот смотрите, у нас вдоль заборчика цветулечки. Вот вдоль забора просто цветы. Потом вот с этой стороны вдоль забора будет что-то съедобное. Травка, вот персики стоят. Потом вот так будут грядочки. Тут будет салатик, редисочка, горошек. И вот там вдоль забора картошка. То есть тут съедобное, все это съедобное до вот этих вот труб. Видите, у нас газовые трубы. Их никуда не денешь. И они как бы делят все равно пространство вот так вот. Поэтому туда все съедобное. Тут пусто абсолютно. Будет вот просто газончик красивый. И бассейн тут будет стоять. А вот тут вдоль забора цветочки. Так что у нас план участка есть. Вот мы даже лавочку, видите, пересадили. Вот лавочка, она была вот там дальше. Мы ее перекопали вот сюда поближе. То есть она как бы будет перед грядками, а не в грядках. Потом вот эти вот цветочки. Тут у нас обычно машина стоит другая. Вот эти вот цветочки мы просто не знали, куда воткнуть. Пока воткнули сюда. Но тут они тоже хорошо смотрятся. Они вот вдоль машины как бы кумбочка грядку обрамляет. То есть у нас тут будет бассейн. Там батут. Тут детская площадка. Там мангальная зона вон в углу. И дальше там уже такая типа летняя кухня. В общем, все у нас по плану. Еще был такой комментарий. Я так посмеялась над ним. Говорит, ничего у вас не меняется за три года. У нас буквально все изменилось. Начнем с того, что вот у нас уровень земли мы вот тут вот весь выровняли. У нас вот тут покупная земля. Сергей в прошлом году покупал. Там, по-моему, два КамАЗа привозил. Вот эти вот камни мы отсюда все переворошили. Вот так вот перекапывали. Огромные камни выкапывали. Тут просто полностью, можно сказать, всю землю, блин, поменяли. Вот тут земля новая. Там ровненький. Вот Сергей сделал дорожку. И снизу спуск. Большой спуск. Наверное, сантиметров 70 вот идет спуск. Сейчас туда подойду, покажу, чтобы нагляднее было. Вот. И все вот это вот. Это все менялось. Тут не было такого. Тут вот тут стоял виноград. Мы его попробовали на следующий год. Он нам не понравился. Мы его выкопали. Не будем такой есть. И решили выкопать. Виноград вот с той стороны был. Мы его весь пересадили сюда. Он нам понравился. Он вкусный. Вот мы его просто пересадили вдоль этого забора. То есть вдоль этого забора всего будет виноград. Вкусный, хороший виноград. И вот там специально за батутом железки это под виноград. А тут освободили, наоборот, от винограда. Потому что он рос прям посередине. И ни туда, ни сюда, непонятно, что было. Вот, видите, вот тут спуск. Вот тут вот, Сергей сделал, ступенечки, аккуратный спуск. Вот это вот все спуск аккуратно, дорожку вот это вот выложил. Тут песок будет меньше уровень. Это будет детская площадка, песочница. Но уровень будет меньше. Чуть-чуть оттуда уберем. Потому что, ну, во-первых, много. Во-вторых, его просто сложно будет копать. Когда ставить детскую площадку, нужно же вырывать это все. Вот яблоньку можно было пересадить. Вот яблонька тут не к месту. Потому что, если будут яблоки, они будут в детскую площадку падать. Но уже решили, что не будем. Потому что это слишком тяжело. Пусть будет яблонька одна радовать нас тут. А вторая яблонька вот. То есть у нас как бы по периметру все посажено. А тут специально, я говорю, оставь мне свободный участок. Я тут все, надо перекопать. Слой песка тут маленький. Вот тут земля. Все перекопать, засадить газончиком. То есть газончик сверху, вот тут площадку для бассейна надо сделать ровненькую. И будет бассейн стоять летом. Летом что детям надо? У нас в основном дети. Детский контент, блин. Дети. Детям надо батут. У меня вот батут есть. И, кстати, очень удобно то, что вот мы его вниз поставили. Сюда дети сейчас запрыгивают. До этого надо было подставку им ставить. Сейчас они просто легко запрыгивают. Очень удобно. Он именно сюда встал. Вот. Когда мы дом брали, не было вот этой веранды нашей застекленной. То есть это Сергей сам застеклял. Была крыша, столбик. И тут был высокий порог. То есть мы переделывали вот этот вот уровень дома всего. Был высокий порог. Надо было подниматься. Перил не было. Вот. И вот той летней кухни тоже как бы не было. Короче, очень много всего переделали за три года. Я даже сама в шоке иногда, что как все тут поменялось. Конечно, я понимаю, что некрасиво делать не делать. Может быть, в этом плане сказали, что просто это не очень красиво выглядит сейчас. Но в прошлом году мне было не до красоты. Я в больнице лежала, когда тут все вот эту вот землю ввозили. Вот в этом году, видите, даже Сергей выкопал две железки. Сейчас вот эти ямы надо закопать. Все перекопать, газон засадить. Будет красиво. Все будет. Я уже свыкла с мыслью, что все когда-нибудь будет. Просто потихонечку. Если это все делать разом, это надо миллиона два. Чтобы раз и все красиво было. У нас нет резкого вот так вот двух миллионов, чтобы это все выделить. Поэтому, да, это я примерно сказала миллион два. Там, может считать, и больше выйдет. Вот. Поэтому мы потихонечку, потихонечку. Есть возможность, делаем. Есть возможность, по времени делаем. Вот сейчас дилемма стоит заказывать, мангальную зону делать. Или Сергей сам будет делать. Если заказывать, там около 100 тысяч выходит работа. Плюс материалов еще тысяч на 200. Если сам делать, ну, работа, да, будет бесплатная, грубо говоря. Но, опять же, на это надо время. Тогда своей работой он не будет заниматься. Ну, в общем, тоже опять дилемма. Что делать? Ну, это он сам будет решать. Я не буду ничего советовать. Я не знаю, как лучше просто. Где я не знаю, я не знаю. Так, как я сажаю тюльпанчики? Очищаю от верхней шелухи и просто вставляю в землю и закапываю. Ничего сложного. В прошлом году сажала и в этот период, и осенью. И те, и те взошли. Поэтому не вижу смысла держать их до осени. Я прямо сейчас их воткну. Если длинный был стебель, то можно вот так чаще оставить. Вообще неважно, можно и полностью закопать. Смотрите, у нас распустились тюльпанчики дальше. Разные, другие. Вот эти вот интересного цвета, такой темно-фиолетовый. А вот тут, что я заметила? Один-то пестрый ли пестрый, это же не сорт такой. Выходит, это не у меня просто пестрый ли пестрый. Это вот уже луковицы такие-то, и вот должны быть вроде одинаковые все вот эти. Что-то непонятно. Странно. Ладно. А вот тут вот нарциссики. Мы наши поздние нарциссы, которые решили в мае уродиться. Удивительно. Интересно, вылезут или нет, или не будут цвести. Покажу вам наши бархатцы. В общем, тут я не вижу, чтобы что-то из бархатцев вызрело. Тут вот две штуки, а вон третья лезет. Три штуки есть, хотя в каждый горшок, по-моему, по шесть или по пять штук мы сажали. Вот тут три штучки вылезло, и вот тут две штучки вылезло. Странно. Почему некоторые вылезли, а некоторые нет? Вот для меня загадка. Вроде с одного цветка все семена собирала. И вот тут большой горшок я посадила цини, но такие цветные. Они вот вылезли. Три штучки вылезли. Ну, вообще тут много было. Их, может, еще вылезут, посмотрим. Ой, кто тут на батутике прыгает? Ой, кто на батутике прыгает? Это что, Саша? Саша, что ли? Саша тоже на батуте умеет прыгать? Саш! Санечек малышечек. Ух ты! Ух ты! Ой, как здорово! Ему нравится вообще этот батут, иногда с ним залезаем сюда и вот так вот шатаемся. Ку-ку! 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 Да? Довольный? Малышок! А дома меня тут радуют тюльпанчики. Красота! Календарь до сих пор на апрель не перевернул. У меня тут март, а апрель тут смотрю. Но гвоздика нет, неудобно переворачивать, надо гвоздик сюда вбить. Самый лучший план. Фигня, на месте разберемся. Вот если я соединил, то вот эти, да, уже не могут. Поэтому неправильно я соединил. Попробуйте порисовать на моем экране. Нарисуйте маршрут, как проходить. Нужно каждой кнопочке. Нет, нет, не так. Вот. И тогда серая у нас запрещена. А, это вот. В общем, пока я там на улице со Стёпой и Сашей играю, у Никиты тут занятия по программированию. У них первые 10 минут от урока какие-то интересные задания. На логику, на память, на просто что-то интересное. В общем, они там друг с другом общаются и поддерживают такую дружескую атмосферу. Очень мне нравится вот этот момент на занятии. То, что они друг с другом общаются. Вот эта маленькая группа, у них там 5 человек. Они не просто так вместе занимаются, а вот именно общаются и что-то делают совместно. Это я сходила сейчас к Никите, проверила, всё ли нормально у него там с подключением, работает ли интернет. Потому что занятия он ждёт, заранее готовится к нему. Ну, вот просто сейчас проверила, всё ли у него там отлично. Опять у меня спрашивали, где занимается Никита. Никита занимается в школе роботекс. И я вам ссылку на эти занятия оставлю. Там первое занятие можно попробовать абсолютно бесплатно. Если вам нравится программирование или у вас ребёнок склонен к нему, обязательно попробуйте. Вы ничего не теряете. Может быть, сыну или дочке вашей понравится и будете тоже заниматься. «Надо указать шариком, где им появляться. И вот команда, которая задаёт координацию местоположения, называется позишн. Ставим большую буковку «П» после точки и выбираем слово «position». «Дэй.position». Да. Можно написать? Конечно. Нася, написала «position». Уже опять идёт. Я сейчас заберу воду, хорошо? Хорошо, Кирик. Нажимай. У нас уже немного потемнело. Никита всё там же на занятии. У Никиты занятие длится целый час. Матро там уже отлично набирает быстро слова на английском языке. Они там пишут прям какой-то скрипт, пишут программирование, вот эти вот слова, всё, какие-то действия. И потом направляют на реальные объекты. И, в общем, что-то у них там падает, двигается, разлетается, какие-то новые функции. И обычно Никита там на занятии делает какую-то локацию интересную, какие-то свойства ей придает. А потом Миша пробует на ней побегать, походить. И они вот так вот меняются. Миша интересно наблюдать, что Никита там сделал. Он потом подходит после урока и говорит, Никита, что у тебя там интересного, что новенького, что научился. И мне тоже интересно. Я сегодня помыла вот этот цветок прям в душе, под водой. Он теперь такой блестящий, красивый, тоже запылился. А он такой неудобный, его вытирать неудобно листики. Я прям его весь взяла и помыла под душем. Ой, у нас там небо красивое вечернее. Сегодня было пасмурно, а сейчас вот тучи расселись. Красиво стало. Я вот думаю, когда Сергей тут на крыше был, надо было ему дать робот и помыть вот это окно с той стороны. Но, наверное, зря было, потому что вот сегодня был дождь, опять бы было грязно. Ну, может быть, тише было, чем сейчас. В общем, не знаю, как это окно мыть. Я вот сюда же не могу на крыше залезть. И оно с той стороны все время какое-то такое пыльное. Вот этот цветок у нас пока тут стоит. Тоже красивый. Но я его хочу переставить вот сюда куда-нибудь в угол, чтобы он слесал вниз. Но никак полочку не сделаем для него. И уже очень долгое время я прошу Сергею сделать полочку. Но у нас все время есть какие-то дела поважнее. Так что пока ждем. А вот этот цветок давно не цвел. Я вот жду, может быть, он зацветет все-таки. Миша бежит, бежит. Никита, должно закончиться занятие. Миша бежит посмотреть, что он там наделал. Еще? Не закончилось? А уже семь. Миша, тут как тут? Покажи нам, что ты сегодня сделал. Закрыл. Только закрыл секунду назад. А можно это? Если это паркур, то я попытаюсь его пройти. Паркур. Ладно. Они сегодня что-то делали, что падает и рассыпается. Да, Никит? Нет. Просто я просто. Просто? А что делаю? Ну смотри, это мой паркур. Дай, пройти. А, помню этот паркур стоил. Он его доделал. Он что-то новенькое там сделал. Да. Миша, зеленое только и тело. Если что. Никит, ну расскажи, что новенького сегодня делали. Вот тут можно только по зеленым? Да. Нет. Тут можно по любым. Ну да. А какие-то фальшивки? Да. Какие-то фальшивки. Какие-то из них фальшивки. Никит, скажи, что сегодня делали новенького. Мы сегодня... О, фальшивая была, Миша. Нет, не фальшивая, я недопрыгнула. Нет, это фальшивая была, это сквозь нее пролетел. Никит, я сквозь прыгнула? Сквозь вторую, да? Да, да, да. Так что на нее не наступайте. Запоминай. А вот сейчас недопрыгнул чуть-чуть. Мы сегодня делали падающий мячик. Падающий мячик? Да. Так. Молодец, Миша, угадал. Это секретный способ. Секретный способ? Да, нет. А ты знаешь, да, Силь, как понять, какая ловушка? Да. Тут можно просто, Миша, пройти, если что. Только мимо не пройди. Какая интересная трасса. Когда мигает, то зеленым можно вставать. Когда не мигает, нельзя. Провалишься. В общем, у Никиты тут целая эстафета с препятствиями для Миши построилась. А тут, Никит, что? На желтом, Никит, что можно? Куда вставать? Можно. На желтом можно, там только шарики, видишь? Надо на шарик не встать. Он тебя собьет. Я поставила сейчас тюльпаны. Вот эти вот, которые мне Летний Клан подарила. Рядом с ноутбуком достала вот эту вот вазу широкую. Потому что пышный букет очень. И я сейчас ходила на улицу, сорвала свои тюльпаны. Это этот же сорт, вот такой вот красивый должен быть. Но у меня они опять все повылезали пестрые или пестрые. Это болезнь тюльпанов. Мне писали в комментариях, они красивые. Зачем вы их вырываете? Зачем вы их выкапываете? Но дело в том, что они не просто цвет меняют. Цвет мне тоже очень нравится. Такой необычный весь. Какой-то мраморный, да? Но дело в том, что они из-за того, что это именно болезнь, они с каждым годом будут все меньше, меньше, все хуже. И уже видно вот, да, они вот такие вот маленькие у меня. А у леднифона вон, какие большие, красивые. Поэтому это надо выкапывать. И я думаю, я всю грядку выкопаю. Потому что они мне в этом году вылезли все такие. Один единственный был вот такой. Ну, я думаю, все равно все позаразятся. Думаю всю грядку там выкопать и посадить какие-нибудь другие. Но я из-за того, что люблю этот цвет, мне очень нравится, я их не выкидываю, а пересаживаю за забор. Ну, в общем, луковицу опять выкопаю. Все решила выкопать. Не по одной, как я каждый год делаю. А все решила выкопать и пересадить за забор. А так вообще букет шикарный получился. Такой большой, пышный, красивый и необычный очень тюльпан. То, что они такие остренькие, красиво выглядят очень. Я обожаю цветочки, все люблю. И разные мне очень нравятся.